Анализ содержания — это размышления о словах, которые человек говорит. Анализ переноса — это анализ того, что человек делает с вами. Здесь вы видите проявление характера. Через два месяца она приходит и говорит, «Этот гадкий человек, опять он мне что-то плохое сделал, всё то же самое». И я говорю, «Вы знаете, у меня тут мысль есть одна». И она говорит, «Вы меня прерываете». Я говорю, «Да, но у меня есть одно соображение». «Да вы сказали мне, всё говорит, что меня на ум приходит, свободное сердце». «Да». Я говорю, «Но я также сказал, что иногда у меня могут приходить идеи в голову». Она говорит, «Ладно, что за идея у вас?» И здесь это тот момент, где нам очень тактично нужно себя вести. Потому что здесь мы ставим под вопрос её защитной системы. «Давайте мы с вами сейчас посмотрим на то, что происходит здесь». Она говорит, «Я не знаю, о чём вы говорите, потому что она не очень наблюдала». Я говорю, «Ну, в течение восьми сеансов вы приходите и не даёте мне никакого пространства, заполняете всё пространство, не даёте мне ничего сказать». Она говорит, «Я просто делаю, что вы мне сказали делать». Я говорю, «Да, но вы так это делаете таким интересным образом, который, может быть, нам важно было бы рассмотреть». И вот так, понемножку, мы подошли к моменту, когда я мог сказать, «Вот тот способ, которым вы здесь со мной присутствуете, он как будто бы меня немножко контролирует. Я как бы оказываюсь здесь зафиксирован и слушаю вас, не имею возможности ничего сказать». И продвигаясь вот таким образом, довольно тактичным, очень аккуратным, она могла слушать это. И в какой-то момент я сказал, что «Вот ваш стиль поведения со мной может выглядеть, как будто бы вы контролируете меня, чтобы я не мог свободно вести себя». Интересным образом она согласилась. И я говорю, «Ну, ладно, вам решать, хотите вы меня контролировать или нет. Просто лучше, наверное, осознавать это, чтобы вы могли решить, хотите вы это делать или нет». Но интересно было бы подумать о том, что мотивирует вас так себя вести со мной. И она расплакалась. И он сказал, «Если бы я не контролировал вас, вы меня бы бросили, как все остальные». То есть вы видите, что у нее действительно было желание быть близости с людьми. Но из-за ожидания отвержения ей нужно было вести себя очень контролирующим образом. А поскольку она так контролирующим себя вела, никто не хотел вместе с ней делать. И хотя снаружи она выглядела агрессивной, она просто хотела сблизиться с кем-то. Но ее параноидные ожидания, ожидания отвержения, заставляли ее вести себя агрессивно вот таким вот как бы реактивным образом. То есть ее агрессия защищала ее от чего-то. Она защищала себя от отвержения, которое она считала неизбежным. Это отличается от второго случая, которое я расскажу после перерыва нашего.